всем привет с вами алексей пугач вы на флагман тв и рубрика рыболовные фишки сегодня хочу поделиться как я вижу оснастку in line или называется на еще раненых риг хотел немного рассказать об истории откуда появился in line для чего он нужен in line появился у современных рыболов непосредственно спортсменов с 2011 года с чемпионата мира первого который пришел в италии и основным было требованием это оснастка in line которая была безопасная для ловли рыбы данная оснастка если даже оборвется ваша снасть то рыба поможет спокойно освободиться выплюнуть крючок и дальше себе жить с и патроностром или симметричный оснастка где кормушка стопоренная она будет постоянно себе за собой тягать эту кормушку или вашу длинную оснастку и то что может привести к смерти мы все-таки за то чтобы рыбу отпускать и она была живой и невредимый для этого нужна и оснастка in line но еще более когда начали больше ее использовать она оказалась более чувствительной в любое направление куда не пойдет рыба всегда была четкая уверенная поклевка или характеризирование что рыба интересуются вашей снастью с 2011 года прошло очень много времени много соревнований разные были условия соревнований и всегда оснастки переходили какие-то новые модификации проходили какие-то усовершенствования креативные идеи были были и отрезки с леской от оснастки это будет сейчас больше показать каких моментах можно было изменить были и флюрокарбоны шнуры и раз абсолютно все разного можно это перечислять и много часов но как получилось лучше всего я вам хотел продемонстрировать оснастки будет два вида которая одна для ловли более активной рыбы и в толще она будет с плечом и будет напоминать патроностер а одна будет для спокойной ловли крупной рыбы она больше подойдет ловли леща на стоячих водоемах и для ловли карпа все постепенно сейчас буду показывать что для этого необходимо самое элементарное ваша основная леска шнур шнур для оснасток все сейчас вам это покажу итак будем остановиться на каждой фишке отдельно подбор застежки есть застежки которые во внутрь у нее прячется сам усик а есть застежки которая так называемая классическая американка в которой за эту часть цепляется очень часто поводок трава и для фидерных оснасток и монтажей она не подходит очень важно обратить внимание что необходимо застежка которая полностью закрывает не не за какую часть невозможно зацепиться помимо застежек нам еще на отрезок шнура шнур я использую в основном четырех жильный и использую двух диаметров для кормушек до 50 грамм использую диаметром 016 и более 50 сером 023 шнур должен быть четырех жильный и самый самый декабря демократичный самый простой и еще один из основных моментов нашей оснастки это является бисерная бусинка я в основном использую темного цвета темно-коричневая черная но может быть белая но белая нежелательно потому что все таки как из точек интересующийся для рыбы на все такие берет иногда пробует и может когда когда-то бывают холостые поклевки для этого все таки использую черного цвета и так еще начинаем вязать сначала берем карабинчик лучше его сразу одеть на кормушку вам будет наглядно понятно как она используется берем отрезок шнура и бусинку в бусинку обязательно чтобы шнур не скользил лишний раз необходимо продеть два раза на шну раз продеваем и и второй раз продеваем отрезок 5 сантиметров оставляем и делаем обороты вокруг наши основного шнура раз два три 4 5 петля которая у нас образовалась от бусинки в один раз продеваем и продеваем в тот узелок который у нас образовался затягиваем и пальцы более плотно до нажимаем до самого бусинки лишнюю часть обрезаем всегда необходимо оставить отрезок шнура хотя бы пол сантиметра для того чтобы при забросе немного узел мог еще потянуться ближе и сильнее затянуться в воде и потом на суше при сильном рывке он будет немножко тянуться и вы потом увидите что он немножечко подъехал еще ближе берем отрезок 20 сантиметра отрезаем шнур берем кормушку так же самый раз продеваем второй раз продеваем оставляем сантиметра 3 отвода 4 и делаем так же самое как и делали с первым узлом когда привязали бусинку только сейчас бусинку оборачиваем вокруг нашего отрезка это раз два три четыре необходимую часть распродеваем и второй берем за бусинку и затягиваем вот у нас получился отрезок в 5 сантиметров часть шнура утилизируем у нас отвод под кормушку готов итак отвод у нас под кормушку готов следующий у нас идет выбор фидер гамма и как его привязать я вам пользуюсь двумя типами резины это которая более толстого диаметра и которая будет всего лишь нам давать не запутывание нашей оснастки нашего поводка вокруг основной лески 4 шнура и более тонкая резина которая все-таки можно будет использовать на тонких диаметрах поводка для ловли 0 9 0 8 леской для ловли осторожной плотвы и все-таки чтобы но он наш поводок не оборвался он смог смягчить для этого нам будет все-таки более мягкая леска вот сейчас 208 это мягкая 01 это более жесткая также сама 01 может использоваться и при ловле и крупного леща и крупного карта но основе я использую как для того чтобы не запутывалась и так вяжем наш отвод под поводок для этого резину беру 208 бисерную бусинку таким же самым буду узлом вязать как и шнур но есть небольшие изменения продевать в бусинку необходимо всего лишь один раз этого будет достаточно и вокруг основного отрезка фидер гамма будем оборачивать всего лишь два раза этого тоже достаточно потом продеваем так же самое в петлю и в образовавшуюся петлю фидером всегда необходимо смачивать ну что этот все-таки тянущаяся резина она очень сильно может пережечься когда будем узел затягивать и она будет ослабленной частью нашей оснастки и будет потеря крупной рыбы тоже смачиваем и затягиваем резину просто так пальцами не удержишь необходимо применять зубы все затянули два раза никуда она же больше не денется от нас оставляем 45 миллиметров остатка усика и делаем расстояние мне больше всего нравится у меня сласка никогда не путается когда делаю минимум 10 12 сантиметров но есть еще несколько разных вариантов что сделать на другой части отвода лучше всего будет это сделать петлю самую обыкновенную но тонкие поводки и большинство людей нравится чтобы было более аккуратно они вяжут там просто узелки мне нравится больше с петлей и буду вам показывать как делать петельку складываю в пол оборота наш фидергау и делаем всего лишь один оборот образовавшуюся петельку такая вот восьмерка будет для этого нам нужен приспособа виде ножниц чтобы затянуть и затягиваем отрезаем вот у нас есть бусинка и петелька для поводка как теперь это все будет выглядеть нас нас возьмем за основу леску так отрезаем кусочек лески продеваем нашу оснастку и привязываем таким же самым узлом мы привязывали отвод под кормушку и фидером таким же самым узлом привязываем и основную леску либо шнур либо леска абсолютно без разницы раз два три четыре продеваю петлю и опять в петлю если у нас шнур то его не обязательно смачивать леску вот как сейчас я вам показываю обязательно всегда смочить как и фидергау затягиваем все у нас готово отрезаем те же самые 5 миллиметров оставили и вот у нас получилось с нас тачка я в основном для соревнований перстых рыбалок всегда такие остатки готовлю дома для того чтобы не тратить драгоценное время на рыбалке сразу буквально вот 30 секунд на для того чтобы привязать узел продеть и практически ты за 30 секунд я остался готова и ты уже готов ловить рыбу только закармливаем точку и ловим это я вам показал одну оснастку которая с отводом теперь хочу показать оснастку тебя же без отвода в основном я использую для стоячих водоемов и для ловли более там крупной рыбы но если я ловлю настоящем водоеме дистанция небольшая я использую за основу леску вот на леске и хочу показать я буду вязать саму остатку она получается еще быстрее готовится и всего лишь надо необходимо это застежка с вертлюжком это застежка сервис ком мы задеваем застежку вот достаем с пачки только достаем подцепили для наглядности как она будет двигаться мы прицепим кормушку на нее необходимо все та же бусинка как мы вязали отвод но она у нас будет как стопорный использоваться бусинкой берем отрезок лески сантиметров 25 переломываем делаем петлю в один оборот при помощи ножницы затягиваем и делаем скрутку в разные стороны леску скручиваем это скрутка и будет у нас служить отводом под поводок если мы захотим использовать фидер галл или такое будет нас условия диктовать нам такие условия то поставим к этой скруточки кусочек резины все той же 208 диаметром здесь необходимо сделать нам три оборота узла для того чтобы было более плотно нужно не будет вся нагрузка кормушки когда будем забрасывать ваш квальный ветер бывает довольно таки большие нагрузки отрезаем и проверяем отвод отводит оснастка скользит и очень чувствительная вот для примера две оснастки сегодня на этом все задавайте вопросы на самый интересный вопрос и который будет актуальный мы снимем отдельный сюжет более раскрыто расскажу вам очередные фишки пока ставьте лайки подписывайтесь наш канал будет много еще разных фишек и секретов от алексея пугача